На календаре 11 февраля, и это значит, что команда Альфа Таури провела в Нью-Йорке раскраску своей новой машины. Но, к сожалению, как всегда у нас по традиции это не новая машина, а только лишь раскраска. Еще один интересный момент, это то, что церемония вроде бы так помпезно планировалась в Нью-Йорке, но по итогу получили мы двухминутный ролик на канале YouTube, посвященный даже не машине, а по большому счету бренду Альфа Таури, которая является дочерним брендом Red Bull. А если кто не знал до сих пор, то Альфа Таури это молодежный модный бренд одежды. В общем, все как-то стремятся на американский рынок, из-за того, что популярность в США Формулы 1 растет, вот и команда Red Bull обеими командами, младшие и старшие, презентации свои провела в Нью-Йорке. Но странная презентация, что первая, что вторая, но очевидно, что это американский вектор, в котором хочет развиваться Red Bull, и таким образом обе презентации они сделали на американской земле. Что касается самой раскраски, давайте немного поговорим об этом. Команда, конечно, изменилась, это прогресс, основа, конечно, прошлого года, бело-синий цвет, однако же, компания Orlen, которая убежала от Alfa Romeo, которая, в свою очередь, узнала о том, что ее уже в 2026 году полномасштабно заменит Audi, и Роберт Кубица, который уже не будет работать и не будет никак связан с нефтегазовой польской компанией, в общем, сменила машину, но осталась в Формуле 1. И на мой взгляд, если он, конечно, субъективен, если брать в целом, то команда получилась вот эти вкрапления Orlena красная не совсем гармоничная. Я не могу объяснить, что именно мне не нравится, но вот как эти красные пятна, они такие как вставки, как бельмо на глазу, и таким образом Orlena у нас на заднем антикрыле присутствует в виде главного спонсора по бокам на дефлекторах, на системе холон, на зеркалах и на таких передних щитках, которые у нас появились с прошлого сезона. Но в целом мне эта раскраска как-то показалась дисгармоничной, потому что бело-синяя Альфа Таури, она как во времена Williams BMW, достаточно симпатично, органично смотрелась. А вот эти красные вкрапления, они немножко выбиваются глазу. С другой стороны, наверное, в течение сезона мы привыкнем к этому, но пока что из представленных раскрасок наибольший интерес у меня вызвала именно красно-черная Ливрея Альфа Ромео. И вообще у нас очень много команд, у которых там красно-бело-черная появляется в этом сезоне. Единственное, отмечу оригинальный ход, это диски. Такие красные вкрапления возле болта и такие белые то ли крылышки, то ли полосочки. И вот диски сделали оригинально прикольно. В целом раскраска, как по мне, то есть хуже, может быть из-за того, что Orlena надо было как-то вписать в эту всю концепцию. Но я, честно говоря, больше разочарован, чем восхищен. Вот такие современные презентации у нас получаются. Не очень, конечно, веселые, однако же, как есть, и это, наверное, хорошо. В любом случае, машины уже появляются на трассах. Некоторые команды, как Хас и Вильямс, провели свою обкатку в Сильверстоуне. Также у Хас была открытая обкатка. У Red Bull также там проводил свои испытания, но на закрытой трассе, чтобы не светить концепцию новой машины. Но в любом случае уже некоторые детали просочились в интернет. И команда Alfa Romeo тоже провела, но не в Сильверстоуне, а в Барселоне обкатку машины. И там достаточно уже видно различия с тем, что они представляли. Хотя они представляли оригинальную новую машину. Тоже достаточно интересно. Но они, как и Хас, не скрывали от публики свои новые болиды, свои новые машины. Завтра уже 13 февраля, и там череда будет презентаций. Сначала Астон Мартин в обеденное время будет презентовать свой новый болид. Я так полагаю, там будет и реальная машина, и полноценная презентация. Потом к вечерам McLaren, который посвящает 60-летию этот год с момента основания команды. В 1963 году она была основана Брюсом McLaren. И у нас остается буквально 14, 15, 16 февраля, где свои болиды представят Ferrari, Mercedes и команда Alpine. Таким образом, у нас 5 команд представили свои машины, 5 осталось. Мы с нетерпением ждем остальных топ-команд, которые будут презентовать свои новые болиды. Спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки, и, конечно, заходите в гости на канал F1 Stelzik. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok